Мы сегодня летаем из аэропорта Волково в Лос-Анджелес. Это четвертая наша поездка в Соединенные Штаты. Мы исколесили эту страну вдоль и поперек, побывав во многих крупных городах от границ с Мексикой до канадской границы. Мы заглянули в те уголки, где многие американцы никогда не встречали русского человека. Даже облетев Гранд Каньон и получив большую дозу адреналина, заблудившись в долине смерти, мы все-таки понимали, что есть еще более экстремальные места в Америке, достойные нашего внимания. И сейчас цель нашей поездки – самое непредсказуемое место на Земле, от которого без преувеличения зависит будущее всей нашей цивилизации. Это Елоустонская кальдера. Посмотрим, что там, пока вулкан спит. Вылетит в Лос-Анджире. Да, сейчас мы летим в Лос-Анджелес, потому что, во-первых, в Елоустон из Москвы самолеты не летают, во-вторых, лететь 13 часов в полупустом самолете, занимая весь ряд в эконом-классе, приятно, а в-третьих, арендовав автомобиль в городе Ангелов, почему бы снова не заглянуть в столицу греха Лас-Вегас, а уже оттуда направиться в сторону Елоустонской бомбы, готовой взорваться в любую минуту, проезжая по тем местам, куда туристы не так часто заглядывают. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды, уже угробив подвеску новенького американского доджа в Долине Смерти, на этот раз перед нами стоял непростой выбор автомобиля. Никто не сомневается в качестве американских дорог, но как знать, куда на этот раз заведет авантюрная душа русского туриста, для которого 7-верстный трюк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Отставая от московского времени на 11 часов и временно превратившись таким образом в слов, мы использовали этот факт, чтобы без всякого вреда для организма добраться до Лас-Вегаса, отдохнуть там днем, а в Лас-Вегасе тоже ночная жизнь. От Лос-Анджелеса до Лас-Вегаса около 450 километров. Можно проехать за 5-6 часов, без учета остановок, и если куда-нибудь не заезжать. Ну а как же не пройтись по пустыне Невада, и не заехать туда, куда бы и не стоило заезжать? Мы едем в единственное место, город-призрак. КОНЕЦ Призрак не призрак, а вот слева вдруг в пустыне появились непонятные огни. В прошлый раз, когда мы здесь проезжали, ничего подобного не заметили. КОНЕЦ Оказывается, в 64 километрах от Лас-Вегаса запущено чудо техники, крупнейшая в мире солнечная электростанция Айванпа, площадью почти 13 квадратных километров, состоящей из 350 тысяч зеркал гелиостатов, каждая размером с гаражную дверь. Гелиостат – это прибор, способный поворачивать зеркало так, чтобы направлять солнечные лучи постоянно в одном направлении, несмотря на видимое суточное движение Солнца. На котлах 40-метровых башен фокусируется солнечный свет от зеркал, в результате чего вырабатывается пар, приводящий в движение турбины. Этой энергии достаточно для питания 140 тысяч зданий в Калифорнии. Калифорния Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но и в безжизненной, на первый взгляд, пустыне, окружающей город, тоже есть кое-что О, здесь похожие животные есть Это территория национальной зоны отдыха Лейк Мид Субтитры создавал DimaTorzok Мы едем опять по бездорожью В каком-то марке, в каком-то месте В 30 милях, в 48 километрах к юго-востоку от Лас-Вегаса, на реке Колорадо, расположилось озеро Мид Самое крупное подохранилище в США Оно сформировалось во время строительства дамбы Гувера Протяженность озера составляет 110 миль, 180 километров А общий объем воды равен 35 кубическим километрам По многочисленным акведукам вода из озера доставляется в Южную Калифорнию и Неваду Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА